Продолжение следует... Идутся какие-то работы, но тем не менее, успеем ли мы или не успеем, какая вообще обстановка с графиками, как долго еще будут производиться те или иные работы. И о каждом проекте сегодня хотел бы поговорить в отдельности. И начнем, наверное, с проекта велосипедной дорожки, которая строится на улице Вабадуса и Койтула. Если говорить об этом проекте, то все работы у нас в графике. Окончательный срок у нас в конце ноября. На сегодняшний момент заасфальтирована та часть дороги, которая прилегает через парк нашего города. И уже к концу этой недели, если погода позволит, планируется заасфальтировать следующий кусок до отеля Мэросу. И уже в течение осени доделать оставшуюся часть велосипедной дорожки. Как вы все прекрасно знаете, параллельно с проектной велосипедной дорожкой также у нас идет в реконструкции дорога в Абадусе, так называемый первый этап. Там договор заканчивается уже в начале осени. Сейчас все покрытие дороги срезано. Идет подготовка к асфальтированию нового покрытия. Также мы начали в августе месяце с реализации второго этапа. Это от адреса Лидия Койдола 42, бывший Ливарант, и до Лидия Койдола 102, до старой границы застройки города Нарвайсу. Мы составили в первую очередь рабочий проект, который сейчас еще в текущем порядке дополняется. Уже уложены порядка 150 метров трассы. И по заверениям строителя, где-то к концу сентября может даже получиться уже выгнать километр трасс. Всего у нас протяженность этого отрезка полтора километра. То есть на октябрь уже останется меньшая часть укладки новых трасс воды и канализации на всей протяженности этого участка. И параллельно с этим в течение осени тот же сам строитель будет заниматься и восстановлением перекопанного покрытия улицы Койдола. Срок по договору у нас там также конец ноября. И пока что нет предпосылок для того, чтобы мы не уложили срок. Но, конечно же, как вы видите, погоды вносят свои изменения. Все-таки надеемся, что эти работы также будут выполнены в срок и по действующему договору. Еще несколько недель на улице Койдола будет также работать еще один подрядчик, который занимается реконструкцией всего наружного освещения на территории города Нарва-Ясова. После этого уже в начале сентября они планируют переместиться в Ольгино. На прошлой неделе ко мне уже обращались жители поселка Ольгино с вопросами, что уже некоторые столбы и участки отмечены. Что будет осенью здесь происходить. Действительно, с начала осени в течение нескольких месяцев работы по замене и реконструкции наружного освещения будут производиться там. А после этого строитель вернется или пойдет дальше в город Нарва-Ясу и в поселок Синемя. И после этого будут также реконструированы линии наружного освещения в других поселках. Конечно же, такие масштабные работы так или иначе сопутствуют с ограничением движения, с пробками. Но обратная связь от жителей нашего города все-таки позитивная, поскольку все прекрасно понимают, что эти неудобства связаны в первую очередь с улучшением удобства жизни, в первую очередь, жителей нашего города, а также гостей. И поскольку поселок Ольгино уже был мной упомянут, то хочу поделиться совсем свежей информацией. Сегодня пришла очень хорошая новость. Нас поддержал фонд в проекте реконструкции Народного дома Ольгино. Жители уже годами мечтают о молодежном центре, о реконструкции Народного дома. И теперь эта мечта станет реальностью, поскольку уже осенью мы хотим объявить поставку на проектирование реконструкции, расширение Народного дома. И в течение следующего года уже выполнить непосредственно строительные работы. Сейчас, вы все прекрасно знаете, в поселке Ольгино очень много детей, но в то же самое время у них очень ограничено место, где бы они могли находиться. И как раз-таки через работу по реконструкции мы хотим дать Народному дому дополнительные функции, построить там молодежный центр, а также дать несколько функций библиотеки, которые находятся там на втором этаже. Не могу не упомянуть и те проекты, которые реализуются у нас в поселке Синемя. Это в первую очередь проект восстановления смотровой вышки. С работами мы начали еще в начале лета, но последние два месяца все были работы приустановлены, поскольку по инициативе заказчика, по инициативе городской право Нарвесу мы заказали дополнительную экспертизу основного проекта на несущие элементы. И дополнительная экспертиза выявила, что некоторые несущие элементы нужно дополнительно усилять или даже менять, иначе есть опасность использования в дальнейшем данной смотровой вышки. После этого мы обратились с требованием к проектировщику. На сегодняшний момент проект дополнен, исправлен и отправлен на повторную экспертизу. Результаты, которые должны прийти уже на следующей неделе, и тогда после этого мы хотим продолжить со строительными работами. И по измененному договору со строителем у нас окончательный срок выполнения работ уже в начале следующего года. Также параллельно идет сейчас проектирование и второго проекта. Это зона, близлежащая к смотровой вышке, зона благоустройства паргемия. Проектирование должно быть закончено в сентябре, и в сентябре и в октябре мы хотим произвести уже непосредственно строительные работы на данной территории. Коротко о тех проектов, о которых жители города меня постоянно спрашивают. Если в ближайшее время будет появляться какая-то новая дополнительная информация, с радостью поделюсь ей и с вами. И поскольку сегодня мы находимся здесь, в библиотеке комплекса образования поселка Синеме, то хотел бы поздравить всех жителей города с наступающим учебным годом, а также пожелать всем прекрасной осени. Спасибо большое за внимание и до следующих встреч!